Привет, с вами Вилсаком. Телефоны. Если бы вы знали, как они мне надоели, и об этом я тоже рассказывал, они все одинаковые, ты их распаковываешь, рассказываешь, они ничем друг от друга не отличаются, и я себя чувствую идиотом, сидя за этим столом, если честно. Знаете, как спасаюсь? FIFA 19? Red Dead Redemption 2? И, наверное, машинки 3. Поехали, Т-100, давай, 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 120, 130, 140, Валя сзади, 150, 170, Валя догоняет, господи, 190, четверть мили за мной. А-а-а-а! Манна меня проехал! Манна меня проехал! Я их ловлю, вау, весело! В этот раз, если кинут упаковку с телефоном, то я, наверное, кончусь, поэтому мы сделаем несколько иначе. Вот такая вундервафля ко мне приехала, и вы скажете, чемодан в чем прикол, а в том, что вот здесь лежит смартфон. И это, опять же, не баловство, здесь еще куча аксессуаров, и это тот самый момент, когда я вот так вот беру его, аккуратно кладу на стол и хочу распаковать, потому что интересно-то, господи, наконец-то, что-то классное. Поехали! Для начала, друзья мои, нам с вами нужно просто понять, что вообще в этом чемодане лежит и зачем оно нужно. Вы должны понимать, на самом деле, что трушный киберспортсмен, он ездит на соревнования со своим обмундированием, со своими инструментами. И для этого ему может пригодиться именно этот чемодан. С другой стороны, конечно, все это баловство, это сделано для того, чтобы по красоте презентовать нам рокфон от Asus. Это именно он, игровой смартфон от ребят из Asus, который, как это ни странно, можно купить даже в России. И он стоит 69 тысяч рублей. Но, конечно, не вот в такой комплектации, это было бы слишком жирно. Но, тем не менее, где у нас сам телефончик-то, вот туда он далеко от нас уехал. Это, это геймпад, раз, это док-станция, два, где, вот он, иди сюда. Вот в такой вот замечательной коробке он, собственно, продается. И вот такую радость вы можете себе купить. Сейчас расскажу, что там внутри, в чем вообще фертель и зачем оно нужно. А также у нас есть, как вы поняли, собственно, геймпад, это, это что вообще такое? Twin View Dock, раз, Mobile Desktop Dock, два. Чехол, конечно же, жирный в комплекте, ROG Phone Case 3, вот такой вот, Asus Professional Dock 4, Gamewise Design for ROG Phone. Собственно, заколлаборировались с ребятами, сделали еще и геймпад, вот такой вот. И самый вообще, конечно, кайф, YGeek. Знаете, что такое YGeek? Это ад, это реально ад. Сейчас попозже расскажу, в чем прикол. Дисплей-док от Asus еще один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь ништяков лежало в этом чемодане. Охренеть. Ну что, давайте распаковывать. Чемодан, кстати, можно использовать по назначению. Благо, поролоновые вставки из него вынимаются и можно возить в нем вещи. А еще можно скинуть пароль и вернуть Asus чемодан с неизвестным кодом. А? Пошалим. Rock Aerodynamic System написано на коробочке. И она выполнена в таком неочевидном, я бы сказал, дизайне. Потому что такой, вау, 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 что это вообще? Очень напоминает мне Area 51, кстати, от ребят из Alienware. Ну, какой-то такой дизайн неочевидный. Если вдруг кто не знает, то Rock это достаточно мощный бренд от Asus, который называется Republic of Gamers. И это трушные вообще, реально киберспортивные всякие приколюхи. Там и компьютеры, и ноутбуки, и мониторы, и наушники, мышки, в общем, все. Ну и вот сейчас пошли в сторону непосредственно мобилок, создав свой Rock Phone. Ну и весь этот комплект, как вы видели, его можно, на самом деле, собрать по отдельности. Но, по большому счету, вот так в чемодане он поставляется таким вот упырям, как я. Чтобы они на камеру его распаковали и рассказали. Вот это круто! На самом деле, наверное, самый главный вопрос, я так посмотрел на Ютубе, кто что про эту штуку рассказывал. Благо представили ее уже несколько месяцев назад. Она только-только до меня доехала, а у меня только-только дошли ручки. И то я не могу его распаковать. Что происходит? Сейчас. Ногти надо отрастить. Вот что. Так вот, самый популярный комментарий, знаете, какой был? Это все, конечно, замечательно, только на кой хрена оно надо? Кому вообще в здравом уме придет мысль покупать вот такую вот штуку, тратить на это 69 тысяч рублей только в базовой комплектации? Если мы начнем считать, сколько стоят аксессуары, то лучше этого не делать. Кто эти люди? И вы знаете, есть люди, кому это будет действительно нужно. Я вам сейчас о них чуть попозже расскажу, а пока момент истины. Опа, ой, как оно все разложилось-то, а? Вы почувствовали момент, о чем и речь? А, слушай, вот эта штучка, которая называется, если я ничего не путаю, AeroCool, ну, в общем, кулер, идет в комплекте. Я думал, что ее тоже надо отдельно докупать. Нет, вот она идет в комплекте. И вы знаете, тут, конечно, все нацелено на то, чтобы ты такой, вау, это реально трушный геймерский девайс. Во-первых, сам смартфон. Да ты по... Сколько он весит? 500 грамм? Им реально убить можно. Если ты задротый гик, покупай Rock Phone, сможешь использовать его как холодное оружие. По спецификациям 200 грамм. В жизни ощущается, как все 220. Слушайте, ну, тут прям вообще, вообще, вообще-вообще. Тут у него Gorilla Glass сзади. Спереди, кстати, Gorilla Glass 6, на секундочку, потому что геймеры со своими ногтями, со своими пальцами, чтобы они не протерли экран, чтобы они его не разбили. Он, кстати, по заявлениям производителя выдерживает падение с одного метра. И это отдельная история. Но, вы знаете, дизайн очень крутой. Дизайн просто очень нравится. Вот он как бы геймерский. И ты понимаешь, что он геймерский. И всегда геймерский это немножко такое себе. Но это тот случай, когда, если уж ты в такую штуку ввязался, то дизайн должен быть вот именно таким. Вот именно так и должен выглядеть настоящий трушный геймерский телефон. Ну и вот на этой бумажке, которая была наклеена на экране, нам сразу рассказывают о самом важном. И, конечно, мы должны это зачитать. Snapdragon 845. И у многих сейчас сразу так вжух упало желание смотреть ролик дальше. Но это не просто Snapdragon 845, а самый быстрый в мире. Почему? Потому что он работает на частотах 2,96 ГГц. И Asus говорит, что это отобранные специальными людьми, видимо, процессоры, которые работают на этих супер-быстрых частотах. Сразу забегаем вперед и говорим, что в Antutu эта дикая хрень набирает 300 с лишним тысяч очков. Что является действительно рекордом для этого процессора. И второй момент, что это не сильно отстает от A12, который стоит в iPhone XS. А там 330 тысяч очков. И ты такой, вот это неплохо. Дальше едем. Эксклюзивный Game Cool 3D Vapor Chamber Cooling. Вот эта штучка про нее отдельно расскажу. Экран. Значит, здесь у нас AMOLED, который работает на частоте 90 Гц. И отклик имеет 1 миллисекунду. Очень быстрый. Понятное дело, что большинство игр работает в 60 и больше, как бы, извините. Но 90 это хорошо. Не 120, но 90 это хорошо. HDR, конечно же. Здесь у нас с вами есть Air Trigger. Это вообще вафли непонятные. Что за Air Trigger? А здесь непосредственно можно на корпус клацать пальцами. И телефон это понимает. И получается у нас некая история с триггерами. Вот они тут даже обозначены, да, сверху. И один еще снизу находится. Это можно использовать как в играх, так и непосредственно в работе самого смартфона. Но, вы знаете, давайте не будем даже говорить, что здесь две симки и прочее. Кому нужны две симки? Он умеет звонить серьезно. Это атомная геймерская хрень, которая должна просто разрывать всех, собственно, конкурентов. Что она умеет как телефон, нам вообще не интересно. И у нас даст с вами Gaming Ergonomic Side Port. Вот это очень важная штука. Потому что, как вы знаете, обычно разъем зарядки, ну, USB-C или Lightning находится снизу или сверху. Ну, в общем, в любом случае на вот этом торце. И это охренеть как неудобно, когда ты играешь, обычно телефон садится и ты должен страдать. Потому что торчит этот провод и такой, блядь, неудобно вот здесь все это. Ребята подумали, сделали нам порт снизу. Вот здесь он находится под резиночкой. Ой, резиночки. Да. И тут комбинированный какой-то USB-C двойной, который позволяет нам, во-первых, подключить вот это дополнительное охлаждение, а также натыкать еще разного прекрасного. И также, собственно, у нас есть разъем снизу, который позволяет заряжать телефон по старинке. А также никуда не делся 3,5-миллиметровый разъем, потому что трушные геймеры играют вот в таких вот мониторах, конечно же, проводных. Но это, как вы понимаете, вершина айсберга. Вот самая вершина, то, что торчит где-то там на горизонте. А там дальше, под водой, такой вообще беспредел, что страшно, держитесь за лямки, братцы. Знаете, для начала, опять же, поймем, что у нас в комплекте находится. А у нас здесь с вами, конечно же, быстрое, посмотрите на этот, это 5 ампер, 12 вольт 5 ампер. Quick Charge 4.0 поддерживается, конечно же, потому что здесь чип от Snapdragon. Ну, как вы поняли, USB-C и вот такой вот, конечно же, геймерский, конечно же, мощный, прочный провод, который не перетрется ни при каких условиях, USB-C, USB-C. Вы знаете, я в очередной раз убеждаюсь, что геймерский, это вот сейчас не синоним гиковский, стрёмный, непонятный, а просто качественный, прикольный, в него прям душу вкладывают, прям провод кайфовый, блок питания кайфовый, аксессуар положили кайфовый, сам смартфон выглядит охренительно. Здесь ещё и характеристики, две камеры, сенсор, всё, включаю, хочу. Как бы понимая, что резиночки однозначно потеряются, вот эти, ребята из ИСУС положили в комплекте ещё две дополнительные. А также есть QR-код и номер, я думаю, что их можно ещё заказать отдельно. Нам тут ещё и всякие нюансы рассказывают, что USB-C нужно подключать только в тот порт, который не окрашен красным, чтобы не промахнуться. Окей, это я буду знать. Здесь есть Wi-Fi 802.11ad. Тот самый Wi-Geek, который поддерживает передачу данных на скоростях 4,6 гигабита в секунду. Единственный минус, что всё это работает на очень короткой дистанции, тем не менее, всё это можно сделать хитро, без проводов, и играть на телеке, и передавать данные, и сейчас мы это проверим обязательно. И вот прямо сейчас, вот вы снова спрашиваете меня, Валя, вот ты нам сейчас только телефон распаковала, у тебя там под столом ещё куча аксессуаров. Кому это надо? 69 тысяч за базовую модель. Кто эти люди, которые покупают подобные смартфоны? Guns of Boom, друзья мои. И вы сейчас такие, подожди, какая связь между хорошей стрелялкой? Ненавижу, когда говорят стрелялка. Многие мне писали, после рекламы начали твои играть, и нам нравится. И всё-таки это Guns of Boom. Ну, типа, весело, можно поиграть пару минут. А при чём тут киберспортивный смартфон за 69 тысяч рублей, в котором испарительная технология охлаждения. Понимаете? Не водяная, а испарительная. И ты такой, что это вообще за хрень? Мы сейчас разберёмся. Да, год Guns of Boom это тоже киберспорт. Потому что уже закончился сезон 2018. 200 тысяч долларов разыгрывали с мая по ноябрь. Было два мощных оффлайн-турнира. На 40 тысяч в Польше и на 120 тысяч в Лос-Анджелесе. Можно было зарегистрироваться командой. И также разыгрывались ещё на выходных, там, по 2 тысячи евро. Например, выиграть? А самый кайф в том, что на следующий год у ребят запланировано ещё больше активностей. Первый оффлайн-турнир пройдёт уже в феврале 2019 года в Польше на Intel Extreme Masters. Это, между прочим, крутейшее мероприятие по CSGO. И там параллельно будет Guns of Boom. Ну и главный вопрос. Guns of Boom это же игра с донатом. Какой киберспорт с донатом? Очень простой. Специальный режим ProPlay, где у всех одинаковые пушки, одинаковая броня, одинаковое здоровье. А также отключён режим Aim Assist. Вот так вот, братцы. Aim Assist'а нет. Иди, стреляй, убивай, как умеешь. Всё вот эти пальчики решают. Только опыт, только скиллы, только реакция. Я, кстати, попробовал старый стал. Чёрт возьми, мне 33 года, я ещё не настолько древний. Но я уже не могу. Молодёжь выносит только на раз. Может быть, вот эта штука мне поможет немножко нагибать. Сейчас проверю. Вот это кайф. И можно, смотри, ему туда стрелять. В душу. И давай гранату метнём пацанам, чтобы им весело было. А, и вы, наверное, такие. Вот бы был у меня такой смартфон. И я бы, наверное, подкачался и всем показал. А мы такие. Да не вопрос. Вместе с Game Insight мы проводим розыгрыш на Asus ROG. Плюс к нему ещё геймпад. Чтобы вам было совсем хорошо. И всё, что нужно сделать, это скачать Guns of Boom. По ссылке в описании. Либо вернуться в игру. Вкачать седьмой уровень. Либо, если уже вкачали, тоже окей. Дальше находите в настройках свой ID. Закидывайте его в формочку вместе со своим имейлом. Важно помнить, что от одного участника одна запись. И ровно через неделю на Vilsa Live мы подводим итоги. И разыгрываем Asus ROG. Вот такой вот классный. А вместе с ним ещё и геймпад. Дерзайте. Все правила в описании. Первое, о чём хочется рассказать. Ну, во-первых, вы видите оболочку. Всё такое агрессивное. Всё такое в чёрных тонах. Всё такое острое. И главная фича это игровой центр, который сходу вам показывает CPU, GPU, температуру. Сколько у нас памяти используется. Её, кстати, 8 гигабайт. Здесь 128 гигабайт версия. Но есть ещё и 512. Сколько осталось времени играть, если вы вдруг захотите. Можно настроить освещение Aura. А также нажимаем режим X. Тут же у нас подскакивает частота CPU. И, в общем-то, это нарядная история, которая ускоряет весь процесс. Фишечка с гранями, которые понимают нажатие. Например, короткая возвращает нас назад. Ещё раз. Сжал, вернулся назад. Не новинка. Подобное вы видели, наверное, в HTC и во многих других смартфонах. Тем не менее, здесь это, конечно же, также настраивается. И вообще здесь дофига дополнительных всяких возможностей. Есть и Game Genio и так далее, и так далее. Ну и вот, собственно, наш замечательный Air Triggers, который позволяет нам всё это по красоте настроить. Но! Если вот это всё баловство реально баловство, то в игре эти самые Air Triggers превращаются в кнопки, которые дают вам преимущество. А это уже что-то. Вау! Сюда прям громко! Соглох, ну нахрен! Как потише тут сделать! Так, режим на улице, кстати. Кстати, неплохо сейчас было. Звук вполне качественный и громкий, что мне кажется, опять же, для смартфона, который хочет называться игровым, это важно. То, что смартфон кайфовый по дизайну, но любителя, но стильный, этого не отнять, мы с вами уже поняли. Аура может гореть вот этот логотип разными совершенно режимами. Здесь у нас Gorilla Glass 6. И единственное, на что я хочу сейчас обратить ваше внимание, это то, что здесь защита от брызг по стандарту, что-то IPX4 вообще стыдоба. Потому что от брызг он вас защитит. Если вы слюни роняете на него, то, наверное, да. Но если реально потная катка и с вас льёт как из ведра, то, к сожалению, смартфон промокнет. Я не знаю, как рассказывать про этот телефон, просто с какой стороны не подойди, там столько всего необычного и интересного, что хочется обо всём рассказать. И, конечно, немножко сумбур в голове. Здесь снизу тоже есть USB-C и 3,5 мм. То есть мы вот это подключаем отсюда, с этой стороны, сюда. Щип-дыщ! Вот так вот. Мало того, что это всё охлаждает, так ещё и позволяет нам подключить наушники не сюда неудобно, а сюда снизу удобно. И зарядка, и наушники, и ты играешь как тварь вообще. Вот это, конечно, фантастическая история. Внимание! К периферийному устройству вентилятор может ухудшиться качество телефонных вызовов и записей. Это очевидно, потому что эта штука гудит, наверное. Она же гудит. Гудит и дует. И вот теперь у нас с вами есть управление скоростью вентилятора. Может быть авто, а может быть высокое. И тут прям гудит уже солидно. Блин, прикольная штука. Слушайте, маленькая хренобобель, через которую можно ещё всё заряжать. Мне определённо нравится. Единственное, я знаете, что подумал? Было бы круто, если бы здесь была ножка такая откидывающаяся. И ты мог это всё поставить непосредственно вот так вот на стол. Потому что оно как бы да, но вот-вот не хватает, да? Чувствуете? Ну и, конечно, смартфон у нас глянцевый. Заляпывается только в путь. Перед тем, как рассказать о VyGeek и прочих радостях, самым интересным из того, что идёт в комплекте с ROG Phone, мы с вами пробежимся по не самому интересному. И, конечно, начнём с чехла, потому что, ну, камон, чехол в чём прикол? А в том, что он дополнительно защищает смартфон от падений и так далее. А вы знаете, что бывает, когда ты киберспортсмен или играешь во что-то действительно очень важное? Ну, тот, кто играл в FIFA, например, понимает, о чём я говорю. Ну, ставь лайк, если разбил пару геймпадов. Так вот, ты играешь такой и понимаешь, у тебя горят вообще все эмоции. Ты не можешь себя контролировать в этот момент, потому что каточка была вот на тоненькой. Верхняя часть отвалилась. Это, видимо, таким образом он крепится у нас, потому что он составной в данном случае. А вот так вот аккуратно чпык-чпык-чпык. Ой, слушайте, а он реально кайфовый, потому что он у нас гранита здесь в данном случае не закрывает. А я напомню, что здесь у нас есть Air Trigger, а также он защищает от падения и так далее. Поэтому, если вы такой играли, твою мать, вот так вот сделал, то не страшно, потому что он в защитном чехле. Я надеюсь, он не разбился, вы же будете неловко. Живой, хороняка! Ну, слушайте, действительно кайфовый чехол, который прям дополняет, я бы сказал, дизайн. Редкий случай, когда чехол не гробит, и это не классический вот этот китайский силиконку шлёп, и типа пускай будет в комплекте. Нет, здесь это дополняет дизайн смартфона, делает его ещё агрессивнее, хотя, казалось, куда уж более. Следующим у нас идёт Asus Professional Dock. И вы можете обратить внимание, что, в отличие от других аксессуаров, здесь у нас символики ROG нет. Почему? Потому что эта штучка у нас как раз универсальная. Она подходит не только к ROG Phone, но и ко многим другим вещам. И она у нас в каком-то смысле... Вот помните, Samsung DeX был, да, замечательный. Вот это примерно в те же дебри. Потому что вы можете подключить сюда, значит, гигабитный Ethernet, джбинг, Dual USB 3.1 Type-A, вот здесь есть разъёма 2, собственно, который вы можете использовать для подключения периферии, мышка, клавиатура и так далее. У нас с вами есть USB 3.1 Type-C 1 и 4K HDMI, которые вы можете перекинуть на телек. То есть это такая маленькая штучка, давайте поймём, насколько она маленькая, которую вы можете с собой возить, если что, дичайше заиграть на мониторе. Кстати, ROG, например, за 250 тысяч рублей на секундочку. Ой, слушайте, реально маленькая. И мне нравится, что она, в отличие от всего остального, не имеет вот этой вот DeX-оподобной штуки, где его нужно вставлять. Сейчас Samsung тоже от этого отошёл, но раньше это было немножко больно. Но здесь у нас очень хороший набор ништяков, потому что реально в комплекте у нас есть Ethernet. А вы знаете, что когда ты играешь, опять же, ладно 1 миллисекунда на экране, но также нужно, чтобы 1 миллисекунда была и, собственно, в пинге. А то, знаешь, когда ты бегаешь и немножко опаздываешь, это прям очень не очень. Поэтому вы можете сказать, что для телефона это баловство. Я соглашусь. Конечно, для 99, 9, 9, 9, 9, 9, наверное, это будет, типа, серьезно, что ли? Вот это всё нужно, чтобы играть на телефоне? Но для кого-то это нужно. А также это нужно для кого-то, у кого денег лом, и он такой, типа, Блэд, хочу, хочу, странная вафля, хочу, потому что это прикольнее, чем айфон. Это прикольнее всех тех однообразных китайцев, которые вот валятся из всех щелей. Это что-то такое вот, типа, необычное. Но вот эта штука, кстати, полезна будет вообще всем. И, кстати, обидно, что Apple не делает ничего подобного. У них есть, на самом деле, адаптер, но он, типа, не совсем такой, и мне Ethernet нравится. Вы знаете, я раньше был адептом беспроводных технологий, а сейчас стал снова адептом проводных, потому что ничего так тебя не бодрит, как проводной интернет. А вот эта штучка, в том числе, разыгрывается у нас, потому что это что? Это Gamewise история. Она, на самом деле, существует для многих телефонов. Она, кстати, не подходит в чехле. Будем снимать. Так, модуль... А, он вообще из трех частей состоит. Нихрена себе, здрасте. Так вот, фертель в том, что здесь у нас вот такая вот эластичная основа, которая позволяет нам вставить смартфон с одной стороны, вставить его с другой стороны, все это еще подключить через USB-C, воткнуть обратно, загорелась синяя лампочка, загорелась информация о том, что при использовании бла-бла-бла, окей, и вот у нас пошли курки, триггеры, два стика, D-Pad, четыре кнопки, тыщ-пыщ, очень похожа по управлению на любую консоль, будь то Xbox, PlayStation, в общем, кто хоть раз играл на геймпаде, быстро сообразит, что к чему. А главное, в данном случае, вот эта штука, если она вам не нужна, элементарно снимается, элементарно обратно... Ну, она единственное, жалко, вот обратно не склеивается, но вы можете ее так скрутить и бросить себе куда-нибудь в рюкзачок, много места не занимает. И еще более кайфово то, что здесь нет своей батарейки, потому что она нахрен не нужна, все это питается от аккумулятора самого смартфона, а значит, нет такой ситуации, когда вы такой, поиграю-ка я по красоте, а геймпад разряжен. Здесь все хорошо, ровно и классно. И самый важный момент, а сколько же батарейка в этом красавцы? 4000 мАч, друзья мои. И вы знаете, этого достаточно, чтобы комфортно себя чувствовать. Благо здесь, конечно же, 845 Snapdragon, который хорошо оптимизирован с точки зрения энергоэффективности, нормальный Android, не самый последний, 8.1, но со своей оболочкой, нормальный, опять же, хороший, который позволит смартфону чувствовать себя комфортно. Ну и отдельно, наверное, стоит сказать, что здесь какая-то очень навороченная система охлаждения, очень. Здесь и титановые пластины, и какое-то водяное охлаждение, и какое-то испарение. Я такой смотрел на этот график, такой, I don't understand вообще ни разу, как оно там функционирует. Но говорят, что 845 под нагрузкой не греется, и это хорошо. Ну и, наверное, еще стоит отметить то, что здесь у нас снова продублирован USB-C и 3,5 мм. Таким образом, вы можете подключить зарядку еще сюда, снизу, опять же, чтобы она вам не мешала, и наушники, чтобы они вам не мешали. Вообще, так круто все сделано, так пум-пум-му, пум-му сделано. И вот теперь пошла тяжелая артиллерия, Y-Geek-Dock станция. Опять же, обратите внимание, что она у нас не брендирована рогом, и это штучка от Asus. И вот так вот она выглядит, и она такая вполне себе, извините, нарядная. Потому что здесь у нас, опять же, HDMI, свое питание, 1 USB 3.0, и кнопочка включения. Тыч-тыч. Что она умеет делать? Она умеет принимать в себя сигнал беспроводным образом, красиво, нарядно, весело и так далее. Вы ее подключаете к телеку по HDMI, собственно, здесь есть технология Display Link, Plug-end Display, вот так это все называется. Ставите ее перед монитором, запускаете свой замечательный смартфон, Rock Phone, и дальше играете, и это все без лагов, без задержки, без квадратов, без дерготни. По красоте вот сюда прилетает. Без проводов. Итак, друзья, сейчас покажу вам магию. Включаю Y-Geek, обратите внимание, что это отдельная кнопка. И, по идее, если я все правильно настроил, должна случиться некая магия. Должна случиться магия? Или куда я должен зайти? О, работает! Тихо! А экран переворачивается. Отсюда нет. Ну, давай, Гансу Бум запустим. О! Ха-ха-ха-ха! Во-первых, не тормозит. Во-вторых, еще раз, по протоколу 802.11.AD Мы сейчас отсюда без провода кидаем всю информацию сюда. Оно уже по HDMI подключено в монитор. И смотрите, что происходит. Вообще нет задержки! Вот о чем идет речь. И, конечно, вот такого уровня, собственно, передачи всего, что происходит непосредственно на экране, вы не добьетесь ни по касту, ни по AirPlay, никак иначе. Никакого лага вообще. Что я творю? Насколько я злой? А теперь, друзья мои, я встаю. Давайте так, я встаю и ухожу. И нам нужно понять, на какой дистанции это работает. Так, я отошел на метр, работает. Я отошел на два, работает. Что происходит? Я отошел на три метра, оно все еще работает. Офигеть! Сколько здесь? Метра четыре есть? Пять, наверное, да? Слушай, пять метров, оно работает. Офигенно! Вот это совсем другой уровень. С пяти метров-то играть на телеке вообще кайфец. Ай! Блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Братцы! Вайгик! Мы с вами видели геймпад. И это история, которой никого не удивишь. А в этой коробке лежит геймпад, которым удивишь практически каждого. Потому что вот такого ты точно не ожидаешь от игрового смартфона. Ну да, он быстрый, красный. У него, кстати, сейчас увидим горит логотип ROG и может еще поддерживать технологию Aura, когда это все переливается красиво. Здесь лежит, друзья мои, текарный бабай. Чего он такой здоровый-то, а? Вы видите вот это вот? Знаете, что это? Это, по сути, второй смартфон, который вот через эту штуку работает в режиме Twin View. Что это такое? Это история, когда вот сюда сверху вы вставляете свой ROG фон. Обратите внимание, что у нас здесь вот этот крутой порт, который поддерживает нормальное такое подключение без вафли с блютусом и прочими штуками, потому что этого недостаточно. И получается какой-то адский 3DS, не то, что на максималках, а на стероидах. Потому что все это теперь работает в Dual View режиме, два экрана, слот для SD-карты на кой хер? Зачем? Вот это уже весит реально пол КГ. У нас получается два по сути независимых экрана и я могу здесь запустить игру, а могу, например, на самом деле здесь запустить игру, а могу здесь потом твич напилить и, например, с камеры сразу стримить и чатик читать и играть и все удобно у меня, красиво. В этом плане, ну, действительно достойно. Но самое кайфовое то, что в этой штуке еще и свои 6000 мАч, поэтому батареечку не только не жрет, но еще и позволяет тебе играть дольше. Ну и, конечно, забавно, что по сути, по дизайну сюда в сандалили просто второй смартфон, только он здесь зафиксирован. Что из себя в данном случае представляет TwinView? Я так понимаю, что какие-то игры могут быть адаптированы под эту историю, а в каких-то вы можете сделать вообще ход конем. Смотрите, что происходит. Вы заходите в приложение, вы выбираете какой-нибудь, например, себе YouTube, да, замечательный, вот этот ролик, который мы с вами смотрели, делаем чуть-чуть потише, вот здесь вот, и дальше вы идете в бой. И это это то, о чем стоит мечтать. Вы играете в Guns of Boom и смотрите YouTube параллельно, причем это вам абсолютно никак, нигде, ничего не мешает. Вот это уровень. Ну, конечно же, это в первую очередь сделано для игр. Ой, кстати, обратите внимание, 90 кадров, это есть 90 кадров, потому что, в данном случае, у нас 60, наверное, но экранчик-то 90 герц, вот это-то красота, вот это как положено. Блин, вы знаете, очень странное ощущение, потому что я сейчас периферийным зрением смотрю на себя и немножко, немножко неловко, но в целом, в целом, это действительно крутая технология, которая, ну, единственная в своем роде. Слушайте, 845-го Snapdragon достаточно, чтобы вот это все по красоте творить и показывать, и я прямо под впечатлением. А также у нас сверху есть вот такой переключатель-лог, который блокирует непосредственно телефон, чтобы он у вас отсюда не выпал. Вот так вот раз, и, собственно, вы можете открыть, достать и использовать по старинке. Вот это бестолково, потому что есть и геймпад, и всякие приколюхи, я понимаю, в киберспорте можно использовать для тренировок и так далее. Вот это баловство. Ну, это очень круто. Очень жалко, кстати, что игровые телефоны и вся вот эта тема, она не взлетела. Apple рассказывает нам, что новый iPad Pro на A12X по мощности равносильный Xbox One S, и мы такие киваем головой и говорим, да, Apple, круто. И что толку-то? Где игры? Где моя GTA IV, а? Где, где? Нету, нету. Даже на Switch, на Switch вышел LA Noire, Doom, Wolfenstein последний, Skyrim, прочие радости. Почему это не выходит на iPhone и на iPad и там отлично можно играть с геймпадом? Я не понимаю. Мне очень жалко, что никто, никто не смог сдвинуть эту тему с мертвой точкой. Ни Sony со своими смартфонами, ни Asus с подобными решениями. Это все, конечно, круто, это очень дорого и, как я уже говорил, бестолково, но жалко. Что там еще в комплекте? Ничего. Только инструкция, как этим всем пользоваться. Ну и ладно. И у нас остался последний, но один из самых важных аксессуаров. В данном случае это Mobile Desktop Dock, который позволяет подключать, опять же, смартфон непосредственно к монитору, только не таким образом, как мы с вами видели через Wi-Fi, вот этот Wi-Geek и прочие истории. Вы просто сверху его вставляете, вот так отхлобысь и работает, а сзади, сзади вообще все, что нужно. Сзади красота, сзади 4, USB 4, 1 USB Type-C, подключение наушников, подключение микрофона, HDMI, DisplayPort, Ethernet, еще один DisplayPort, еще... Это для мастеров стриминга, наверное. Ты пришел, у тебя все подключено, настроено, у тебя есть внешний геймпад, ты вот из такой вот штуки TwinView свой смартфон достал, потому что, потому что, ну как бы все. Вот сюда переткнул, у тебя все настроено и начал стримить. Вы уже поняли, что это самый навороченный комплект для игрового смартфона, в моем понимании даже избыточный, но вы можете выбрать какие-то отдельные элементы, например, вот такую док-станцию, да, вот эту штуку можно купить вообще для других продуктов Asus, в том числе, и так далее, и так далее. Что я хочу сказать вам в итоге? Например, здесь используется прикольный сенсор Sony в плане матрицы камеры. Здесь хорошая камера вообще, но их две сейчас это тренд, но вы понимаете, что об этом говорить в случае с этим смартфоном абсолютно неуместно, но потому что он совсем не про это. Стоит ли он своих 69 тысяч рублей в базовой комплектации? Конечно, стоит, но потому что здесь топовое железо, топовый экран, 6,2 дюйма, хороший дизайн, в общем, все, что нужно для жизни есть. Но это очень специфический нишевый продукт, который найдет, конечно, своего покупателя, и, как вы понимаете, это не тот продукт, которым Иисус хочет заработать немножко денег. Это продукт, который Иисус приходит такой, пацаны, мы умеем, мы вот так можем, ты можешь так, Айсер, иди сюда, можешь так, Айсер такой, нет, кто там, Самсунг, иди сюда, есть у тебя такая вафля? Ну, допустим, такая есть, а вот такая есть, Самсунг такой, нету, Хуавей, что там у тебя, игровой смартфон, иди покажи свой игровой смартфон, Хуавей, Хуавей такой, выкини его, потому что вот такого нет, такого нет, где, что это, игровой смартфон, у тебя есть технологии испарения, охлаждения, Что это за игровой смартфон выкинул? Ну вот, собственно, вот так вот. Вот всех как бы раскидали локтями такие бодро. И показали рынку, что мы можем. Нужно ли рынку что-то показывать? Наверное, нет. Но. Компании, которые, по сути, нечего доказывать. Ну, просто потому что, типа, зачем реально? В принципе, это очень нишевые, это не будут покупать. Но они это сделали. Ну, типа, у них настолько огромные яйца, что они такие, давайте вкорячим кучу бабла в разработку вот такой штуки. Мы понимаем, что она не будет пользоваться спросом, но это, типа, прикольно. Давайте ее сделаем. И она сделана хорошо, видно, что работали. То есть, это не баловство какое-то на уровне, типа, пфф. Они даже догадались сделать нормальный разъем для наушников. Нинтендо в Switch не догадалась. Вот в Asus, ребята, догадались, а в Нинтендо разрабатывали Switch и не догадались. И они сделали это просто по приколу. Ну, типа, мы можем, мы умеем. И вот это, я хочу вам сказать, вызывает у меня прям фантастическое уважение. Во всем остальном, ну, смартфон и смартфон, и хорошо. Единственное, что 845 Snapdragon уже такой прям вот на излете. Уже, говорят, есть прототипы и картинки и прочие тесты бенчмарков следующего поколения, 7-нанометрового Snapdragon, и он обгоняет А12. И это уже интересно. Но это будет в следующем году. А пока это крутой смартфон, и вы можете его выиграть. Напоминаю, что вместе с Game Insight, Guns of Boom, мы проводим конкурс, где разыграем вот эту красоту. Через неделю подводим итоги. Еще раз все правила в описании. А я с вами не прощаюсь. Вы, во-первых, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше шансов у вас победить, потому что с удачей шутить нельзя. Ну и, соответственно, где-то здесь появится следующий ролик, который вы можете посмотреть с большим удовольствием. А я пойду распакую для вас еще что-нибудь интересное. И увидимся совсем скоро на канале.